Хронология является достаточно интересным интерактивным инструментом, который позволяет вводить информацию о какой-то последовательности, последовательности событий. Причем каждое событие может содержать как текст, так и видео, графику и вот есть такое еще масштабирование. Конечно же, хронология может иметь очень разные масштабы и обратите внимание на то, что название может переводиться по-разному, то есть хронология или таймлайн по-английски часто переводится как шкала времени и именно такое название будет в H5P. Таймлайн, временная шкала, создается достаточно просто. Мы вводим название, точнее заголовок, причем дважды, поскольку здесь для метаданных, например, план курса. Курса здесь тоже самое. И основной текст. Текст может быть любым, может быть достаточно объемным, какое-то введение. После чего, обратите внимание, размер приближения это те две кнопочки, которые позволяют увеличить или уменьшить масштаб. Я не буду менять параметр. Фоновое изображение позволяет разместить фон, может быть тематическим. И очень важный размер, высота в пикселях. Обратите внимание на то, что ширина будет 100%. И понятно, что высота, наверное, будет определяться изображением и объемом текста. Дальше мы создаем непосредственно какие-то заметки, какие-то события на самой шкале времени. И обратите внимание на то, что формат даты американский. То есть год, потом месяц, потом даты. Начало, конец события. Заголовок, например, тема 1. Основной текст, который тоже может быть достаточно объемным. Текст может содержать списки, может быть отформатирован. И метки для категорий вводить не будем. Здесь также есть возможность добавлять медиа. То есть это может быть, например, ролик на сайте YouTube или что-то иное. Но также еще можно добавить изображение. Обратите внимание, иконка переводится в данном случае не очень удачно, как икона. Это ошибка. И должно быть очень небольшое изображение. Я вот сейчас попробую добавить что-то небольшое. Посмотрим, получится. Да, получилось. И, как всегда, изображение не очень просто изменять. Если нужно поставить другое изображение, то нужно сперва его удалить. Давайте я поставлю другое изображение. Да, часы песочные. Также, если мы хотим добавить еще один этап, то добавляем. Вот слово item как раз и обозначает новый этап или новое событие на нашей шкале времени. Заголовок. Ну, давайте. Тема 2. Текст. И так далее. Ну, язык я использую русский. Также нужно учитывать, что хронология может быть оценена. В том смысле, что просмотр хронологии может давать какой-то минимальный балл. Либо может, соответственно, быть 0 баллов. И давайте поставим 0 баллов. Сохраняем. Смотрим, как выглядит в курсе. К примеру, план курса вот так будет отображен в виде каких-то этапов прохождения. Конечно же, хронология может содержать и совершенно другую информацию. Все зависит от вашего курса, вашей тематики и фантазии.